Добрый вечер, дорогие мои юные друзья! Я надеюсь, что вы уже собрались у телевизионных экранов в надежде услышать продолжение сказки «Щелкунчик и мышиный король». Тогда усаживайтесь поудобнее, я начинаю читать. Сестрица Мари призадумалась, а Фриц пробормотал себе под нос. А все-таки мне бы хотелось гнедого коня и гусаров. Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко прижавшись друг к другу и не смели проронить ни слова. Им чудилось, будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. Светлый луч скользнул по стене. Тут дети поняли, что младенец Христос отлетел на сияющих облаках к другим счастливым детям. И в то же мгновение прозвучал тонкий серебряный колокольчик. Динь-динь, динь-динь. Двери распахнулись. И елка засияла таким блеском, что дети с громким криком «Ах, ах!» замерли на пороге. Но мама и папа подошли к двери, взяли детей за руки и сказали. «Идемте, идемте, милые детки, посмотрите, чем одарил вас младенец Христос!» Дети, увидев уставленный подарками рождественский стол и обомлев от восторга, замерли на месте и смотрели на все сияющими глазами. Только минуту спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула. «Ах, как чудно! Ах, как чудно!» А Фриц несколько раз высоко подпрыгнул, на что был большой мастер. Уж, наверное, дети весь год были добрыми и послушными, потому что еще ни разу они не получали таких чудесных, красивых подарков, как сегодня. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сладости. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали в густой зелени, и елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло, и чего там только не было, не знаю, кому под силу это описать. Мари увидела нарядных кукол, хорошенькую игрушечную посуду, но больше всего обрадовала ее шелковая платьица, искусно отделанная цветными лентами и висевшая так, что Мари могла любоваться им со всех сторон. Она и любовалась им сласть, то и дело повторяя. Ах, какое красивое, какое милое, милое платьице, и мне позволят, наверное, позволят в самом деле, ну, позволят, наверное, его надеть. Фриц тем временем уже три или четыре раза галопом и рысью проскакал вокруг стола на новом гнедом коне, который, как он и предполагал, стоял на привязи у стола с подарками. Слезая, он сказал, что конь – лютый зверь, но ничего, уж он его вышкалит. Потом он произвел смотр новому эскадрону гусар. Они были одеты в великолепные красные мундиры, шитые золотом, размахивали серебряными саблями и сидели на таких белоснежных конях, что можно подумать, будто и кони тоже из чистого серебра. Только что дети, немного угомонившись, хотели взяться за книжки с картинками, как опять развенел колокольчик. Дети знали, что теперь черед подарком крестного дроссельмейра и подбежали к столу, стоявшему у стены. Ширмы, за которыми до тех пор был скрыт стол, быстро убрали. Ах, что увидели дети! На зеленой, усыпанной цветами лужайке стоял замечательный замок со множеством зеркальных окон и золотых башен. Заиграла музыка, двери и окна распахнулись, и все увидели, что в залах прохаживаются крошечные, но очень изящно сделанные кавалеры и дамы в шляпах с перьями и в платьях с длинными шлейфами. В центральном зале под музыку плясали дети в коротких комзольчиках и юбочках. Господин в изумрудно-зеленом плаще выглядывал из окна, раскланивался и снова прятался, а внизу в дверях замка появлялся и снова уходил грёстный дроссель-меер, только ростом он был с папин мизинец, не больше. Фриц положил локти на стол и долго рассматривал чудесный замок с танцующими и прохаживающимися человечками. Потом он спросил, «Крёстный, а крёстный, пусти меня к себе в замок!» Старший советник суда сказал, что этого никак нельзя, и он был прав. Со стороны Фрица глупо было проситься в замок, который вместе со всеми своими золотыми башнями был меньше его. Фриц согласился. Ну, а что же произойдёт с нашими героями дальше, вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. Ну, а сейчас вам пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. Пусть вам приснятся хорошие, добрые сны. До свидания. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok